Заряд В собственной системе магнитное поле отсутствует, а электрическое сферически симметрично. Эквипотенциальные поверхности электрического поля представляют собой концентрические сферы, а силовые линии — радиальные прямые, выходящие из заряда. В системе К, относительно которой заряд движется, одновременно существуют электрическое и магнитное поля. Индукция магнитного поля прямо пропорциональна напряженности электрического поля в системе К, скорости движения заряда и обратно пропорционально скорости света в вакууме. При скоростях малых по сравнению со скоростью света электрическое поле в обеих системах отсчета примерно одинаково. Направление линий магнитного поля в системе К находится с помощью следующего построения. На одной из силовых линий электрического поля выбирается точка, положение которой задается радиусом вектором R. Вектор напряженности электрического поля в этой точке направлен по радиусу вектору. Вектор скорости заряда переносится в точку P. Вектор магнитной индукции в точке P перпендикулярен и к вектору напряженности, и к скорости, и направлен по касательной к окружности, которую описывает радиус вектор. Эта окружность будет линией индукции магнитного поля. Линии индукции представляют собой концентрические окружности. Густота линий индукции максимально в плоскости сечения, проходящей через заряд, и убывает по мере удаления от него. Величина вектора магнитной индукции определяется густотой линий. Вокруг каждого движущегося заряда имеется магнитное поле. В электронном луче магнитные поля отдельных электронов складываются. Возникает суммарное магнитное поле, которое одинаково в разных сечениях электронного луча. Магнитное поле возникает и при движении заряженных тел. Явление детально изученное Эйхенвальдом. На плоский диск из диэлектрика укрепляют фольгу и заряжают. Быстрое вращение диска приводит к движению зарядов, то есть к конвекционному току, вокруг которого появляется магнитное поле. Этим опытом Эйхенвальд доказал, что магнитное поле конвекционного тока в точности такое же, как и токов проводимости. В любом сечении, перпендикулярном к проводнику, картина линии поля будет одинакова. Взаимодействие двухточечных положительных зарядов в системе К, относительно которой они движутся с постоянной скоростью, и в системе К-штрих, в которой они покоятся, осуществляется по-разному. В системе К-штрих между зарядами действуют только кулоновские силы. Заряд Ку-1 действует на заряд Ку-2 силой пропорциональной напряженности электрического поля, создаваемого им. Аналогично заряд Ку-2 действует на заряд Ку-1. Обе силы равны по величине и противоположны по направлению. Электрическое поле создается зарядами и в системе К. Эти поля в обеих системах отсчета примерно одинаковы. В системе К, относительно которой заряды движутся, кроме электрического взаимодействия, появится и магнитное. Каждый из зарядов создает свое магнитное поле. Поле заряда Ку-1 действует на заряд Ку-2 силой Ф-2. Точно так же магнитное поле заряда Ку-2 действует на заряд Ку-1 с силой Ф-1. Векторы индукции магнитных полей и зарядов направлены по касательным к линиям индукции. Сила, с которой магнитное поле действует на заряд, пропорциональна индукции поля. Подставим в это произведение выражение для индукции. Раскрыв двойное векторное произведение, получим выражение. В рассматриваемом случае малых скоростей магнитная сила значительно меньше электрической. Если между электрическими движущимися зарядами силы электрического взаимодействия скомпенсированы, то проявляется только магнитное взаимодействие. Например, в металлических проводниках. Кулоновское отталкивание электронов компенсируется действием положительно заряженных ионов кристаллической решетки. Благодаря магнитному взаимодействию проводники с токами одного направления притягиваются противоположных направлений отталкиваются. Другим примером может служить плазма. Компенсация электрического взаимодействия проявляется и в плазме, в которой хаотически движутся отрицательные и положительные заряды. Если плазма находится в электрическом поле, то возникает направленное движение зарядов и связанное с ним магнитное поле. Если магнитное поле достаточно сильное, то оно может сжать плазму в тонкий шнур, температура внутри которого резко повышается. Это явление получило название пинч-эффекта. Пинч-эффект используется в исследовательских установках Токамак для получения высокотемпературной плазмы, обладающей высокой концентрацией частиц. на заряженную частицу, например, электрон, движущийся в магнитном поле, действует сила Лоренца. Она перпендикулярна и к вектору скорости, и к вектору индукции. Если скорость перпендикулярна к магнитному полю, частица движется по окружности. Радиус этой окружности зависит от массы и заряда частицы, ее скорости и индукции магнитного поля. период обращения частицы зависит от массы заряда частицы, от индукции поля, но не зависит от скорости частицы. Если векторы скорости отличаются лишь по направлению, то электроны будут описывать окружности одинакового радиуса. если скорости различны по величине, то различными будут и радиусы окружности, но периоды обращения будут одинаковыми. с увеличением индукции поля радиус окружности, а следовательно и период обращения уменьшается. Если скорости двух одинаковых частиц, например, ионов, мало отличаются друг от друга по направлению, то их траектории в магнитном поле пересекутся после прохождения дуги равной 180 градусам. Поэтому через половину оборота слегка расходящийся пучок ионов снова сфокусируется. С увеличением массы ионов радиус окружности увеличивается. Это позволяет разделять ионы, имеющие различные массы. Этот принцип положен в основу работы масс спектрографа и электромагнитного метода разделения изотопов. Из ионного источника слегка расходящийся пучок ионов проходит камеру ускорения и попадает в поперечное магнитное поле. ионы, пройдя дугу в 180 градусов фокусируются. При этом различные ионы фокусируются в различные места, что позволяет провести анализ распределения ионов по их массам. параллельную линиям поля и перпендикулярную. за счет перпендикулярной составляющей электрон движется по окружности, а за счет параллельной вдоль поля. Сила Лоренца не действует на параллельную составляющую, но непрерывно изменяет направление перпендикулярной составляющей. Результирующие траектории будет винтовая линия. Радиус витка зависит от заряда частицы, ее массы, скорости, угла, под которым частица влетает в магнитное поле и от индукции поля. От этих же величин зависит шаг винтовой линии. При малых углах косинус альфа примерно равен единице, поэтому шаг винтовой линии не будет зависеть от угла. Магнитное поле оказывает на движущиеся заряды фокусирующее действие. Если в магнитное поле влетают электроны под разными но малыми углами, то шаг траекторий будет практически одинаков и все электроны соберутся магнитным полем в одну точку. Используя спиральный характер траектории электронов в магнитном поле, советские и французские ученые в 1976 году провели совместный эксперимент по возбуждению полярного сияния пучком электронов получивший название Аракс. С острова Каргилен вблизи Антарктиды вдоль силовых линий магнитного поля Земли был запущен пучок электронов под небольшим углом к линиям поля. Этот пучок как и предполагалось был зарегистрирован в северном полушарии в районе Архангельска. Фокусирующее действие магнитного поля на движущиеся заряды используется в магнитных линзах. Магнитная линза представляет собой катушку помещенную в панцирь из мягкого железа с внутренней стороны которого вырезана кольцевая щель. Края щели снабжены острыми кольцевыми наконечниками магнита. При пропускании тока по катушке в щели создается неоднородное магнитное поле. Благодаря особой форме этого поля электроны летящие параллельно оси катушки фокусируются. Магнитные линзы используются в различных электронных микроскопах. Современные электронные микроскопы позволяют получить увеличение изображения сотни тысяч раз. Перед нами схема магнитной ловушки. В однородном магнитном поле траектории частицы представляют винтовую линию спираль. В нарастающем магнитном поле радиус траектории частицы и шаг спирали будут уменьшаться. Это легко объяснить. в однородном поле движение частицы можно рассматривать как перемещение ларморовской окружности вдоль силовой линии. Сила Лоренца лежит в плоскости этой окружности и не меняет продольной составляющей скорости частицы. В нарастающем магнитном поле где силовые линии начинают сужаться появляется составляющая силы Лоренца направленная перпендикулярно к плоскости ларморовской окружности. Эта составляющая тормозит продольное движение электрона и стремится вытолкнуть его из области сильного поля. Если электрон движется в слабом поле с начальной скоростью составляющей не слишком малый угол с направлением силовых линий, то произойдет отражение частицы от области сильного поля. Точка траектории частицы, в которой продольная скорость меняет свое направление, называется точкой возврата. электроны, летящие под малым углом к линиям индукции поля будут вылетать из ловушки. Особенности движения заряженных частиц в магнитном поле используются при конструировании исследовательских установок, с помощью которых решаются кардинальные проблемы физики и техники наших дней. Продолжение следует...